Здравствуйте, друзья! Хочу ответить на вопросы, которые вы задали под последним моим видео. Но прежде хочу, конечно, выразить бесконечную благодарность таким количеством. Вы просто таким количеством отзывов приятных. Вы просто, как это, укутали меня таким теплом, такой нежностью, такой заботой. Я не знаю, таким огромным слоем вот это всего укутали. Даже немножко, как бы мне... Ой, даже немножко стыдно стало за свое такое вот... Не то, чтобы стыдно, но как-то вот не лог. Такое количество добрых слов. У меня нету слов, чтобы выразить то, что я чувствую, а то поддержку, которую вы мне оказали. Поэтому под некоторыми вашими комментариями я даже не писал свое комментарие. Там спасибо, искренне благодарен. Ибо, чтобы не портить ту атмосферу тех чудесных комментариев, нельзя было на них отвечать. Они сами по себе великолепны, сами по себе произведения искусства. Спасибо вам еще раз. Но все-таки давайте к вопросам. Вот вопрос. Фон для белых лилий... Вот не получается. Вот был тогда вопрос, что не получается фон для белых лилий. И как с этим справиться? То есть там коричневый фон или другой фон не получается. Что касается фона. Здесь, в общем-то... Смысл какой? Когда вы пишете что-то... Или... Ну, поднем, например, натюрморт. Что касается натюрморта, там больше всего категория фон. При постановке натюрморта, и когда вы работаете с натюрмортом, предметы, главный предмет, то растепенные, что вы там бы не изображали, фон является таким же точно, таким точно элементом, таким точно героем вашей будущей картины, вашего будущего натюрморта, как и все, даже самый центральный предмет, он на таком же главном уровне. Ибо фон создает ту атмосферу, слой. Тот слой, как рыбка, помещенная в аквариуме. Вот так и фон для данного ограниченного пространства, плоскости, холста, когда в конечном итоге он тоже должен быть, создавать вот такую вот атмосферу. И когда вы хотите написать натюрморт, и думаете, я там поставлю фон, то потом придумаю, все-таки сразу делайте постановку такую, чтобы фон там, на чем стоит, драпировка, разные любые освещения, они были уже конечны. Это конечное. Очень тяжело потом сделать фон, чтобы он гармонировал. Нужно иметь либо большой опыт, либо какое-то там совершенно супер чувство, которое от Бога дается, и сразу любой другой фон сделать. Или же, как я уже говорил, сделать просто стилизацию. То есть предметы, хоть они в воздухе висят, хоть на каком-либо другом фоне, но они стилизованно смотрятся. А вот как в данном случае решить вопрос, в данном конкретном случае, ну что, вырежете из белого листа, 4, там что-то похожее на лилию, и просто походите, поподставляйте под нее разные, разные там трапировки, скатерти, там шторы, платья, что там у вас есть, платки, там я не знаю, любую трапировку, поподставляйте под эту, и посмотрите, что вам ближе, по душе. Пока так. Так, как и чем лучше покрывать картины, чтобы сохранить, самое лучшее покрывайте, лаком для живописью. В принципе, не имеет значения, каким, есть, они так и называются, покрывные. Там могут быть более дорогие, менее дорогие, с какими-то элементами, еще там блеска и прочего, матовые, полуматые, обычными покрывными лаками и все. Один, два слоя, можно три, если тонкий, если вам так хочется, чтобы совсем блеск был. Это, вопрос был, я на него отвечаю. Обязательно ли пользоваться ретушным лаком? В некоторых случаях обязательно. Если вы хотите сделать правку картины, которая там, допустим, год и больше, даже полгода и более, она стоит у вас, и вы решили, что все-таки я ее хочу поправить. Да, пожалуйста, вытирайте ее, вычищайте, вычищайте как, в каком плане, не щеткой, понятно, вычищайте, а ветощи, мягкой ветощей, пыль, сначала пыль, легкое, легкое, ну, мыло детское лучше, легкое, протереть пыль, влажная тряпка, убрать обычную грязь, потом обезжирить, и тонким, тонким слоем ретушного лака все это протереть, или то место протереть, которое вы хотите исправить, и он будет тоненький, то микронный. Этот слой будет клеем, который склеит старый красочный слой, который уже совершенно своя природа. Вот они склеятся, и все будет хорошо. Хотя я иногда нарушаю это. кто у нас, что? Вот вопрос, тон в натюрмортах, в этюдах, на пленере. Это настолько сложный вопрос, я бы даже сказал, конечно, для меня это более интуитивный вопрос. Единственное, что я, чтобы я посоветовал в данном случае, не надо пользоваться кислотными красками, там, земляными. И когда вы пишете с пленер, с натуры, вы все равно по-другому воспринимаете. все равно мир воспринимается природними, естественными, вот этими мягкими красками, никакой нету там химии, там, плане, плане, кадми, стронцин. Эти вещи используются для усиления, для придания эффекта, но написать атмосферную вещь, надо все-таки стараться их избегать или использовать минимально. Использовать минимально, но как вот, чтобы именно тон, колорит, вот это тон, колорит, вот это все. Да, и про колорит был вопрос, что делать для планера. пока ну это именно тот случай, что надо тренироваться, надо тренировать глаз, ощущения, работать постоянно в этом в этом жарме, то есть очень часто надо выходить на планер, тогда вы почувствуете вот в этом вопросе я могу такого вот не хочу умничать, не хочу придумывать, чтобы вас не запутать. Много вопросов по колористике, холодные, теплые и так далее. Ну холодные и теплые, они и есть холодные, и теплые, есть дополнительные. Дополнительные можно осознанно, даже не осознанно, а тогда более осознанно использовать. Все остальное, все остальное как бы знание и осознанность они должны присутствовать в такой же такой же степени, как и опыт, интуиция, навык, свой взгляд на вещи. Ведь даже многие правила могут быть вами нарушены, но нарушены настолько гармонично, что ваше произведение может оказаться интереснее, лучше, и оно может оказаться действительно произведением искусства. А по правилам вы напишите хорошую ученическую, ремесленную, может добротную, профессиональную работу, может великолепную профессиональную работу, но подключая свое что-то такое, что у вас есть, чему никто никогда не научит, если оно у вас есть, дай бог, что у каждого что-то свое есть. Не дай бог, однозначно у каждого есть что-то свое. и вот это свое вы находите, и тогда у вас получается писать, поднимитесь над правилами, над хрестоматией, хрестоматия нужна для того, чтобы на ней подняться, для того, чтобы на ней стоять, не на воздухе вы же не будете стоять, вот хрестоматийное знание вы имеете, а потом вы на них залазите, и вы там гений. Но туда надо залезть, конечно. А мое отношение к ЛНР самое положительное. Самое положительное, какое может быть. Это такое удовольствие, когда удается это сделать, настолько ритм, жизнь, вот это вот, не знаю, вот это вот все выбивает человека, в нем выбивает настоящее, вот, и кажется, что я вот-вот пойду, кажется, что я пойду, там, ну, как это, это, наверное, что-то сравнимо, может быть, со здоровым питанием, надо пить только чай, травяной, кофе, маленькую, кушать чашечки, все такое прочее, кушать, экологическую еду, все это, в принципе, возможно, и на ЛНР я схожу, и все это буду делать, и зарядку буду делать каждый день, 15 минут, разве там много, это не много, 15 минут, выделить там, для каких-то упражнений, ну, не знаю, там, можно какую-то китайскую, там, японскую, упражнение поделать, и все, но кто этим занимается, да никто, практически, никто, на самом деле, никто, если занимаются, то только, от случая к случаю, системно, никто не занимается, точно таки, планер, это вещь, особенно, в той, ну, если вы работаете, конечно, в этом жанре, вот, переоценить его нельзя, ни от удовольствия, самого процесса, ни от результата, ни от навыков, дальнейших, когда вы будете, даже уже работать, просто по фотографии, эти навыки, бесценны, так, как я пишу, фото, с фото, или с экрана, нет, с экрана, у меня, этот самый, хороший экран, с яблоком, откушенным, он большой, так, что там, прекрасно, видно, как исправить картину, покрытую домарным лаком, да, хоть каким лаком, чтобы ее исправить, то место нужно, я уже сказал, да, очистить, вымыть, очистить, обезжирить, и тонко, тонко, протереть, ретушным лаком, но тут, смотрите, есть один, нюанс, который надо учитывать, обязательно, картина долго стоит, картину, конечно, лучше протереть всю, чтобы не только то место, вот, и даже желательно, протереть всю картину ретушным лаком, для того, чтобы она выровнялась в своей чистоте, тональности, там, контрастности, все так, чтобы она вся была ровная, весь холст был ровный, равномерный, тогда вы то место исправляете, но смотрите, вы должны править так, чтобы свежесть, но не то, чтобы отсутствовалось, а минимально присутствовать, что присутствовало в том месте, где вы правите, иначе это затянет полностью переписать всю работу, или же это пятно будет нисколько помогать, нисколько спасать картину, а может даже больше портить, так, цвета для планера осенью, теплые цвета, теплые, нежные, теплые, лиловые, голубые, но нежные, фиолетовые, вся градация от холодных до теплых, так, такие вот цвета, вот тут еще вопрос был, что я рисовал, когда был маленьким, когда я начал, что рисую, что такое настроение, все такое прочее, наверное, в следующем ролике отвечу, если будет интерес, немножко расскажу, так что, вот такие вопросы, вот такие вот ответы, еще раз, спасибо вам, спасибо, спасибо, еще раз спасибо, всем желаю всего самого хорошего, задавайте вопросы, пишите, там буду, сделаю вам, я сейчас делаю море, пишу море, и покажу вам один приемчик, там качество так себе, потому что спонтанно показывал, рукой на телефон, рукой на телефон, вот звук выходит, но рационально, зерно там очень интересное, так что, ну, лучше, на рациональное зерно, хорошее, чем подача хорошая, но это потом, спасибо, всего доброго, пока, пока.